в этом видео я хочу поделиться с вами достаточно подробно всеми деталями вязания создания вот такой лопопейцы оверсайз из исландской пряжи плоту лопе ну вот стоило найти удачное место с хорошим советом чтобы снять видео про этот свитер но у т.к. уже приземлилась хорошо что это свитер для дочери поэтому не страшно это она переживет глашуся глашуся нам бы кино снять глашечка глаша что ты такая суровая кошечка глаша ну вот наконец-то я собралась записать видео по этому свитеру на самом деле связала его еще в феврале но поскольку отправлять мне его из канады в россию дочери как-то я никак не могла собраться силами это видео записать но хватит уже терять время пора это сделать это лопопейца из классической пряжи лопе плоту лопе это не прядиная исландская шерсть вязала я в два сложения модель в принципе не такая и сложная то есть но я не брала никакие готовые расчеты все делала сама придумывала и придумывала исходя из пожеланий моей дочери она хотела свитер оверсайз она сама носит такой между с очкой и м очкой у нее 44 размер одежды и она просила сделать вещь такой очень свободный теплый свитер который в принципе в межсезонье практически заменял бы куртку что я и постаралась сделать она не любит никакие резинки и любит чуть-чуть спущенную пройму ну вот по крайней мере фасон хейвард ей да очень нравится я вот это вот все решила совместить в одной лопопейс ну плюс еще она не любит очень яркие цвета любит такие приглушенные много носят черного но мне хочется в ее гардероб все-таки добавить что-то более такое контрастное и насыщенное цветом и так начинаем как бы вот двигаться вот есть базовая картинка да вот так вот выглядит кокетка потом я не поподробнее расскажу начну давайте так начнем с нижних деталей по низу идет вот чуть-чуть удлиненная спинка буквально на ну давайте по сантиметрам прямо смотреть разница в три сантиметра до чуть-чуть подлиннее в этом отношении спинка маленький разрезик это просто по сути такие декоративные детали поскольку дочь не любит резинки я делала здесь платочной вязкой 3 льда причем если весь свитера я вязала на спицах пять с половиной это для плоту лопе в два сложения ну оптимальный такой вариант кстати подробнее про пряжу лопе у меня есть очень основательное видео на канале вы можете его посмотреть если еще не видели пряжа своеобразная с ней очень приятно работать если умеешь да с ней правильно обращаться и поэтому я отдельное видео записывала вот для пряжи плоту лопе не прядиной в два сложения пять с половиной оптимальные спицы я вязала на реке тоже где-то вот про спицы рассказывала есть еще одно видео и здесь поскольку всегда платочная вязка она получается ну как бы более широкая до чем лицевая гладь до всегда она такая вот ширину растянутая вот эти вот окантовочки да я вязала по нижнему краю на спицах четверочки тоньше для этой пряжи но она бокалом уже стояла да а вот четверочка нормально и потом переход уже на пять с половиной абсолютно гармоничный такой очень равномерный в жаккардах у меня нету привычки стягивать жаккарды поэтому я спицы не меняю для тех кто знает уже свою привычку жаккарда вязать более плотно да и короткие делать протяжки возьмите спицы на половинку больше то есть там вот не пять с половиной шесть ну собственно по изнанке да выглядит это все вот так достаточно аккуратно я брала не сложный орнамент мне важно было ну хорошо вот эту линию контраста да так согласовать и я взяла цвета да такие достаточно спокойные в общем то это такая ну мягкая натуральная гамма все при том что и шерсть данном случае даже окрашена красителями дающими оттенки близкие к натуральному индиго да как бы к натуральному бургунди вот все это вот так вот хорошо выглядит вот что касается боковых дошлиц вот тут вот да вместе соединения я две петли соединяла в одну это единственное тут понизу сокращение всего общего тут у меня набор 144 петли потому что ну стандартно плоту лопе у меня дает плотность 14 петель на 10 сантиметров в ширину это вот у меня связан один образец свое время и всегда я этой плотности придерживаюсь то есть вот такая полосочка синенькая если спереди она до линии контраста 10 сантиметров ну соответственно вот если мы мерили разница там в 3 сантиметра ну здесь она 13 до до линии контраста в принципе я вставлю картинку более крупно чтобы можно было прочитать орнамент что у нас дальше я вязала ну исходя до из роста и размера моей дочери до кокетки до проймы у меня получилось спереди 40 сантиметров по спинке 43 потому что ну или можно считать от места соединения спинки и переда да то есть начинала я сначала отдельные детали до спинку и перед я снизу вижу лапа пейсы традиционно а потом уже собирала их в круговую соответственно от места соединения их у меня получилось 37 37 сантиметров вот ну ширина общая до по петлям сколько у меня 40 48 до вот на круг ну в общем для дочери моей это достаточно свободный свитер такая она у меня девушка миниатюрная по рукавам да то есть в принципе в принципе вот это вот оторочка синим на рукаве в до контраста как на спинке да то есть 13 сантиметров точно так же передняя деталь она как бы покороче дальше переход идет стандартно рукавчик рукав набор 40 петель я вышла на 60 на пройму да вот тут вот на подрез на соединение этих петель собственно я оставила по 8 петель перед тем как перейти на круговую кокетку 8 петель на вспомогательной большой булавки ну потом их соединила причем то что я рассказывала про пряжу лопе просто плоту лопе не прядиной до вдевая ее в иголку никакой шов толком не сделаешь она будет разрываться поэтому я сприла ниточку прямо вот из этой же пряжи в два сложения как бы такую туплая ниточку сприла небольшой клубочек и с ее помощью я сшивала вот в этих местах до подмышками эти подрезки дальше переход на кокетку ну естественно да все понятно что петли вот эти по кругу оставшиеся несколько рядочков шесть семь шесть льдов и даже 5 рядов я провязала без орнамента специально чтобы но как бы линию груди не очень чтобы не усиливать ее чрезмерно опять же просьба дочери было дальше орнамент практически повторяющий очень близкий на то что было внизу немножечко он отличается и потом все орнаменты дам покрупнее и дальше для того чтобы крой был больше похож на фейборд я вынуждена была рассчитывать не как обычно круглую кокетку до орнамент вот для лапа пейсы а основные убавки я постаралась сделать по регланным линиям вот на этот промежуток вот на этот промежуток убавки все базово идут по регланной линии причем эти убавки я делала в местах вот однотонных но и вот тут от в орнаменте дать чуть вот вышла и вот здесь соответственно вот первая убавка идет до орнамента сразу после него еще одна вот в этом году орнамента через два ряда опять то есть как бы вот так вот я делала убавки рассчитав эти ну естественно рассчитываются шаги предварительно и вот только уже когда вышла на линию плеча вот здесь идут три уровня убавок как на круглую папе кокетку до чтобы красиво это выглядело один сразу после орнамента 2 перед вот этим круговым один после этого орнамента я вывязывала росток да то есть вот если посмотреть вот чего нет на традиционных свитерах если посмотреть то вот так вот в профиль ну видно то что на горловину меньше тут побольше а всего четыре точки разворота потому что пряжа толстая ну и закрыла собственно как внизу как на рукавах получилось вот именно платочной вязкой по сути я вот неправильно сказал не три льда это получается шесть рядов но как бы три изнаночных видны то есть все примитивно простое закрытие на спицами самое элементарное в данном случае мне тут игра игла не нужна и набор петель здесь тоже как бы длинный хвост ничего особенного все очень очень просто покажу ну вот более крупные картиночки с орнаментом в принципе я думаю может быть сделать описание такое текстовое более подробное и на раверой может быть его или в инстаграме разместить вот пишите в комментариях где вам интереснее и легче было бы посмотреть описание а может быть его добавить здесь же прямо на ю тубе то есть вот где вам удобнее читать как вам удобнее ориентироваться вот такой вот свитер получился большой и удобный уютный но фотографировала я его на подруге она еще миниатюрнее даже чем моя дочь то есть как бы вот поэтому на ней он смотрится совсем свободно ну на моей дочери тоже будет оверсайз и вот это вот решение с проймой хейвард она конечно будет очень хорошо для полосайз потому что вот такая вот именно чуть заниженная линия рекламная она визуально как бы фигуру так стройнит соответственно горловину можно делать любую можно делать такую можно точно также вывести в воротник гольф при желании можно сюда же довязать капюшон но это уже как бы кому что больше нравится у меня вот заказик был именно на такую вот вещь уверена что дочери понравится надеюсь что если вы будете экспериментировать с шерстью лобби да и вязать такие свитера чем-то похожие на исландские у вас тоже все все легко получится это же можно связать совершенно в любых цветах и ну главное чтобы они хорошо подходили друг другу а вот вещи с такими контрастными переходами но они актуальны всегда да это не выходит из моды и самое главное удобно что для вязания сюда очень хорошо убираются остатки пряжи вот это вот темно-синяя пряжа у меня осталось клубочек от вязание свитера для мужа о нем я снимала более подробное видео это было по пейсовала по книге линкиной манны и можете его тоже посмотреть там есть масса любопытных моментов в частности там я подробно рассказываю о спицах лики на которых мне очень нравится вязать лапа пейс и собственно вот то что я про этот свитер хотела вам рассказать недолго ну просто тут выдавливать подробности даже непонятно зачем непонятно откуда можно посмотреть спинку вот могу я развернуть как выглядит вот видите подробнее да как выглядит изнанка хорошо я стараюсь всегда когда когда сама рассчитываю орнаменты до делать чтобы протяжки были но всяко не больше пяти петель да когда меньше пяти петель не надо перекрылся перекрещивать ничего и исландская шерсть вот лопе она при первой же стирке она очень хорошо подваливается да то есть вот как бы не отдираются даже эти ниточки от основы и очень хорошо жаккарда они такие вот носки и до внутри вообще пряжа конечно изумительная с по своим свойствам она очень теплая и такая вот она вода даже если дождь идет вода очень долго скатывается с нее сверху за что ее наверное любят исландские рыбаки это пряжа сейчас набирает опору обороты и появляется во многих магазинах далеко конечно не самый дешевый вариант но поверьте это стоит того если вам хочется получить вещь которая будет служить годами то это про лопе и для мужских вещей и для женских вот теплых таких но вот разные есть арталопия разные виды пряжи как есть более мягкая есть чуть-чуть погрубее это вот в видео про пряжу лопе о котором я говорила по поводу влажно-тепловой обработки стандартная стирала свитер этот в теплой воде ну такой знаете в пределах 40 градусов до я развела мыло у меня жидкое мыло есть моего производства но можно взять любое какой-то вот порошок даже там или мыло какое-то дело в том что это пряжа она как бы откроется в любом практически моющем средстве никакими дополнительными ополаскивателями да я не пользуюсь то есть я постирала аккуратно вещь тяжелая да то есть если стираем руками переваливаем из тазика чтобы не вытягивать в процессе но и когда вот постирала хорошенечко выполоскала вместо кондиционера я всегда использую уксус немножко буквально вот на таз воды я взяла столовую ложку столового уксуса не эссенция именно столового уксуса для того чтобы остатки мыла если вдруг они есть хотя я его полоски было до прозрачной воды чтобы эти остатки мыла их вот хорошенечко убрать и выполоскала можно добавить допустим капельку лавандового масла или какого-нибудь там не знаю хвойного кедрового масла хорошо вещь будет еще и от моли до профилактически защищать ну и но запах уксуса он все равно он выполаскивается водой и шерсть становится мягкая хорошая то есть для шерсти это полезно не надо использовать никакие средства с ланолином в принципе в этой шерсти естественного ланолина достаточно но как бы для как для готовой вещи он конечно уже там промышленно промывался все но но его достаточно сюда уже не надо никаких дополнительных смягчителей ничего уже больше не смягчишь не надо себя мучить не надо вещь пор портить и мучить лишний раз но вот собственно вот такой вот рассказ если у вас есть какие-то вопросы да если хочется что-то узнать поподробнее если есть какие-то пожелания до относительно того что надо освещать видео пишите пожалуйста комментарии да потому что но для меня такие обзоры вязаных вещей дело новое войлок для меня привычнее а вот вижу я много лет давно много лет уже а видео про это я никогда не снимала поэтому ну буду благодарна вам за комментарии за рекомендации какие-то собственно это взаимно нам поможет пожалуйста ставьте лайки если вам это все нравится подписывайтесь на канал я тут готовлю несколько новых видео это зима это весна они были очень плодотворными и честно говоря я мало видео процессных размещаю потому что это отнимает время да у меня все таки но он тоже работа заказы там все дела я лучше уж буду снимать видео о готовых изделиях поэтому будут новые видео в ближайшее время вообще постараюсь именно о вязание видео размещать раз в неделю всего вам доброго всего самого хорошего и побольше времени на наши любимые занятия